Михаил Зощенко. Сильное средство. Говорят, против алкоголя наилучше действует искусство. Театр, например, карусель или какая-нибудь студия с музыкой. Все это, говорят, отвлекает человека от выпивки с закуской. И действительно, граждане, взять для примера хотя бы нашего слесаря Петра Антоновича Каленкорова. Человек пропадал буквально и персонально. И вообще жил, как последняя курица. По будням после работы ел и жрал. А по праздникам и по воскресным дням напивался Петр Антонович до крайности. Беспредельно напивался. И в пьяном виде дрался. Вала вертел и вообще пьяные эксцессы устраивал. И домой лежа возвращался. И уж, конечно, за всю неделю никакой культ работы не нес этот Петр Антонович. Разве что в субботу в баньку сходят по полощице. Вот вам и вся культ работа. Родные Петра Антоновича от такого поведения сильно расстраивались. Стращали даже. Петр, говорят. Антонович, человек выквалифицированный. Не первой свежести. Ну, мало ли, в пьяном виде трюхнетесь об тумбу. Разобьетесь же. Пейте несколько полегше. Сделайте такое семейное одолжение. Не слушает. Пьет по-прежнему и веселится. Наконец, нашелся один добродушный человек с месткома. Он, знаете ли, прямо так и сказал Петру Антоновичу. Петр, говорит. Антонович, отвлекайтесь, я вам говорю, от алкоголя. Ну, говорит, попробуйте за место того в театр ходить по воскресным дням. Прошу вас честью и билет вам дарма предлагаю. Петр Антонович говорит. Пф. Пф. Ежели... Эй. Ежели... Говорит, дарма, то попробовать можно. Отчего же? От этого, говорит, не разорюсь, ежели то есть дарма. Упросил одним словом. Пошел Петр Антонович в театр. Понравилось. До того понравилось, уходить не хотел. Театр уже, знаете, окончился, а он, голубчик, все сидит и сидит. Куда же, говорит, я теперь еще пойду на ночь, глядя. Небось, говорит, все портерные закрыты уж. Иж, говорит, дьяволы в какое предприятие втравили. Однако поломался, поломался и пошел домой. И трезвый, знаете ли, пошел. То есть не в одном глазу. На другое воскресенье опять пошел. На третье сам вместком за билетом сбегал. И что вы думаете? Увлекся человек театром. То есть первым театралом в районе стал. Как завидит театральную афишу, дрожит весь. Пить бросил по воскресеньям. По субботам стал пить. И баню перенес на четверг. А последнюю субботу, находясь под мухой, разбился Петр Антонович об тумбу. И в воскресенье в театр не пошел. Это был единственный раз за весь сезон, когда Петр Антонович пропустил спектакль. К следующему воскресенью небось поправится. И пойдет. Потому захватило человека искусство. Понесло. 1926 год.